Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, не могу справиться с раздражением на одного человека, а на родственницу мужа, жена брата у мужа. Все такое идеальное во всем, и в семье у них все идеальное, и муж ее делает все так, как она хочет на работе, у нее все супер. Я понимаю, этот человек мне ничего плохого не сделал, в листе раздражаться нет смысла, но ничего не могу с собой поделать, так происходит уже несколько лет. Все мне кажется, что из игров я любят больше, и внуков с той стороны любят больше, может дело в моей самореализации? Как мне справиться с этим? Общаться все равно приходится, так как муж уже подозревает, что что-то не так. Я не хочу, чтобы из-за меня у него испортились отношения с братом. Как мне убрать это раздражение? Смотрите. В первую очередь, не очень понятно, почему из-за того, что у вас есть некоторые сложности сообщили, вот собственно, ну, с этой женщиной, да? Почему вы считаете, что у мужа могут испортиться отношения с братом? Как это связано между собой? Это первое. На что я бы хотел обратить ваше внимание? Потому что, на данный момент, лично мне не совсем это очевидно. Дальше. Если вы хотите, в первую очередь, ну, сохранить отношения со своим мужем, то имеет смысл с ним поговорить для начала. Я имею в виду, с вашим мужем. И, в общем и целом, что ему сказать? Сказать ему, как обстоят дела, донести до него ваше, ну, скажем так, состояние, да? То, что вы чувствуете, чтобы он был в курсе. Обязательно сказать ему, что вы понимаете, вы знаете, вы знаете, эм, что дело не в ней. деле не в, и даже не в, там, его братья, и... так далее. А, дело в... в... вас самой и вот это очень важно, чтобы вы в этом отдавали себе от все, сейчас, как минимум, сейчас это важно. Далее, вы говорите о том, что дело в моей самореализации, при этом говорите также о том, что вам с этим, что вам с этим делать. На мой взгляд, вы как-то в любом случае сами отвечаете себе на свой вопрос, то есть вы в любом случае говорите, что дело в моей самореализации, ну понимая, видимо, что дело именно в этом, в том, что вы не чувствуете себя реализованной, ну и, соответственно, коль это так, то смотрите в сторону, смотрите в сторону собственной реализации. Мне кажется, это более чем логично. Зависть это вообще история про такое, знаете, некоторое подавление себя и некоторое такое подавление своих желаний. в том числе, грубо говоря, грубо говоря, позиция здесь примерно следующая, я чего-то хочу, ну просто, чего-то я хочу, да, и я чего-то хочу, но я не буду самостоятельно, я не буду самостоятельно это реализовывать, как бы говорите вы. тратить свою энергию на то, чтобы как-то вот, значит, пытаться уравнять шансы, то есть это то, что вы делаете сейчас, вы пытаетесь уравнивать шансы с человеком, у которого, в принципе, другие возможности, да? у человека, в принципе, другие, скажем так, ну данные вводные, как, как бы, то есть, ну человек, в принципе, в принципе, в принципе, другой, вот, этот момент вы игнорируете и пытаетесь просто уравнивать свои шансы. Естественно, у вас это вот не получается, естественно, у вас не получается, потому что, как бы вы ни старались, все равно шансы у вас будут разные именно из-за разности возможностей, вот. То есть, это нужно обязательно учитывать, этот момент, да? Необходимо, необходимо его учитывать, этот аспект, как минимум, необходимо его учитывать. То есть, помимо, вот, реализации, помимо того, что вам нужно обратить свое внимание, вот, как-то, да, на реализацию, помимо этого, еще можно говорить о том, что, вам необходимо признать, что вы чего-то хотите, то есть, вам необходимо признать и увидеть, что вы чего-то хотите, что вам что-то нужно, что вам чего-то не хватает, скорее всего. Вот. То есть, зависть, это про что? Зависть, это про то, что мне что-то нужно. Но я запрещаю себе это хотеть. Хотя тут, конечно, довольно, довольно справедливо возникает такой вопрос, да, как вот вообще можно... Ну, взять и запретить себе чего-то хотеть. Ну, это как-то негуманно по отношению к себе, наверное. Невозможно это сделать. Вот. Вот. Но вы пытаетесь. Опять же, для чего? Ну, все просто, чтобы быть хорошим. То есть, вот, скорее всего, вы это делаете именно для того, чтобы быть хорошим. Когда я, значит, ну, хорошим, вот, то мне, соответственно, ну, как-то вот, вероятно, становится спокойнее. Вот. Ну, спокойнее вам действительно, может быть, становится, да, но при этом, вот, собственно, зависть, она, да, вот, никуда не уходит, к сожалению. Ну, просто вот. Она, как бы, в этом смысле только остается, получается. Поэтому здесь вы, конечно, принимаете, как бы, решение уже. Вот. То есть, вы принимаете решение о том, а что мне делать-то вообще. То есть, я буду и дальше, например, стараться быть, там, хороший, но при этом я буду, я буду завидовать, да, я буду, я буду, там, условно говоря, ну, например, страдать я буду, да. Или я все-таки, вот, значит, ну, как-то решу, решу, что, как бы я не пыталась, например, быть хорошей, это, там, допустим, ну, нереально. И буду продвигать, ну, продвигать что-то, что-то свое. Вот. То есть, как бы, здесь вы игнорируете свою позицию. Вот. А ее необходимо, как раз таки, выражать. Вот. Это очень важно. Ну, и проблемы с самооценкой. Вот. У вас, на мой взгляд, имеется и с уверенностью в себе. Вероятно, есть некоторые страхи. Вот. Вероятно, есть некоторая такая тревожность по поводу, ну, например, вас могут бросить там, допустим. Или, как вариант, значит, стремление, там, грубо говоря, добиться любви, добиться любви, допустим, тоже своей крови. Вот. Если вам это важно, конечно. То есть, все вот эти аспекты, они на вас здесь оказывают очень существенное влияние. К, ну, к большому сожалению. И вам, в первую очередь, нужно, конечно, взаимодействовать вот именно с этим. Вот. Дальше. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Традиционно, злость возникает тогда, когда нарушаются личные границы. То есть, мы злимся именно тогда, когда наши личные границы оказываются нарушены. Вполне возможно, что человек, о котором вы говорите, да, действительно вам плохого ничего не делал. Но, наверняка, делал этот человек, возможно, даже совершенно не желая этого. Возможно, человек действовал так, как вам не нравилось, а вы молчали. И молчание всегда приводит, собственно говоря, к злости. Вот. Потому что там, где люди молчат, там, где они не выражают свои позиции, не говорят свое, например, «нет», там появляется злость, потому что энергия остается невыраженной. Ну, по большому счету. Вот. И, ситуация, ну, как бы, вот, усугубляется, получается, благодаря, ну, благодаря такому, такому, вот, такому поп-шобу. Поэтому, да, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы описываете, ну, я могу в известной степени предположить, что вы не особо откровенничаете, как бы. То есть, я могу предположить, что вы не слишком, ну, не слишком привыкли, например, откровенничать, там, допустим, с, например, своим мужем, хотя бы. Вот. То есть, это вопрос, вот, помимо всего прочего, это вопрос еще и доверия. Такого доверия в отношениях, да, ну, доверительности. Вот. То есть, если доверие есть, если доверие у вас, ну, например, вот, к, допустим, самой себе, например, если это доверие, ну, присутствует, то в таком случае мы имеем одну картинку, одну картинку, ну, происходящего. Если доверие нет, то есть, если вы, ну, грубо говоря, не привыкли себе доверять, мы имеем дело с другой ситуацией, мы имеем дело с другим поведенческим паттерном. В таком случае. И, и ситуация, она, естественно, лучше не становится, вот, ну, само собой. Откуда ей, да, в этом смысле, вот, ну, становится лучше. За счет, ну, за счет, за счет чего ей становится лучше. Вот. То есть, это все, конечно, может быть довольно неприятно, вот, но, как бы, в целом это вполне может, ну, вполне можно скорректировать. Скорректировать. Вот. В целом это вполне можно поправить. То есть, как видите, как видите, довольно многие вещи здесь берут свое начало именно вот, что, исходя из того, каким образом вы выстраиваете взаимодействие с, ну, людьми. Как вы это делаете? На каких основаниях вы это делаете? Вот. Ну, это очень важный момент. По факту получается. И, соответственно, на это вам и нужно обращать свое, ну, на это вам и нужно обращать свое внимание. Сейчас. Потому что от этого зависит то, как вы будете выстраивать, ну, дальнейшие отношения с людьми. Вот. Значит, умение признавать свои желания – это первое. Умение признавать свои желания, выражать свои желания и, собственно говоря, потребности свои. Доверительное, ну, более доверительное взаимодействие с людьми, которые, вот, ну, вас окружают, скажем так. Более доверительное взаимодействие с ними. Работа с самооценкой, например. Работа со страхами, ну, вашими страхами, вот, которые есть у вас. И особое внимание можно было бы уделить реализации вашей, то есть можно было бы уделить внимание тому, насколько вы реализованы. Ну, вообще, и реализованы ли вы вообще. Вот. Потому что, ну, если вы не реализованы, например, то, конечно, вам будет очень-очень тяжело и трудно. Это совершенно, ну, точно и совершенно очевидно здесь. От злости избавляться не надо. То есть то, что вы, вот, например, ну, пытаетесь избавиться от злости – это не очень хорошая идея. Злость – это индикатор того, чего вам, условно говоря, не хватает сейчас. И злость – это показатель того, в какую сторону вам нужно двигаться. Ну, хотите вы этого или нет. Поэтому я бы не смотрел в сторону того, чтобы убирать, ну, чтобы убирать ваше злость. Я бы смотрел в сторону того, чтобы обращать ее себе на пользу. Вот. Я бы смотрел на то, чтобы как-то учиться использовать ее. Вот. Делать какие-то выводы и так далее. Ну, то есть… Извлекал бы из этого что-то. Потому что в любом случае злость и есть вы. Это вы. Вам не хочется, чтобы это было так, но это… Это так. На данный момент. Если вы ничего не будете с этим делать, если вы будете пытаться это игнорировать, то… Ситуация будет только усиливаться. Вот. Ибо, ну, человеческая… Человеческая психика, она такая, что когда мы не даем… Себе… То, что нам нужно, да, мы начинаем… В общем и целом сублимировать. Вот. А это влияет на наше поведение. Так или иначе. Вот. Вот. Поэтому… 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 Я так много… Говорю… О том… Чтобы вы имели… Имели для себя возможность… Эммм… Корректировать… То, чего… Чего вам… Ну, хочется. То, что вам нужно. Вот. То, в чем вы нуждаетесь. Чтоб вы на это не… Не… Эмм… Ну… Не забивали. Чтоб вы не старались это подавить. С другой стороны… Эмм… С другой стороны… Эмм… Наладить общение с этим человеком. Эмм… Максимально доверительно. Эмм… Так же можно и нужно. Эмм… Для чего… Казалось бы… Зачем… Казалось бы… Чтоб вы увидели этого человека под другим углом. Что… Сейчас увидеть этого человека… Только… Эм… Эм… Ну вот… В… В… В таком… Эм… Эм… В том числе. Эм… На мой взгляд… Связано это с тем, что… Вот… Ну… Ваша зависть связана с тем, что… Что… Вы… Её… …идеализируете. Эм… 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 Сильно и резко сажается коридор восприятия нами кого-то. При том, что в целом идеализация это, ну в любом случае, совершенно в любом случае, это искажение. Искажение того, что на самом деле происходит. И ваша тенденция к тому, чтобы сравнивать себя, например, с, ну вот с ней. Важная тенденция к тому, чтобы, например, уже у вас было, допустим, ну все идеально. Это ваша личная проблема, не имеется ничего общего с человеком. Который, кстати говоря, может быть даже и вообще не подозревает о том, что есть вот такая трудность у вас. То есть при наличии доверительных отношений, при наличии доверия, в общем-то можно совершенно спокойно рассказать человеку о том, что вот, ну вот, вот так вот. Я вот, ну вот, завидую тебе, окажется, что у тебя там все хорошо и т.д. и т.п. Ну вот, ну и на мой взгляд, конечно, у вас очень мало, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Совершенно очевидно, что вам нужно, ну, со стороны извне, вам нужно одобрение, вам нужно подтверждение, вам нужна, так скажем, похвала какая-то, да, вот это вот, вот эти вещи, вы в этом нуждаетесь, но вы не задумываетесь о том, а вообще, каким образом я, например, к этому, ну, вот, то есть, каким образом я к этому прихожу, что за этим, например, может скрываться, что за этим, например, может стоять, вот, то есть, этому вы внимания не уделяете на данный момент. А вообще это очень важно, потому что в какой психологической, в какой психологической реальности, например, вы живете, что это за психологическая реальность, да, что она, это, психологическая реальность из себя представляет, для вас хотя бы, опять же, то есть, вот, ну, в каких я живу реалях, что это за реалии такие, вот, это очень важно, очень важно это видеть и замечать. Ну, понятно, что вы ничего этого не делаете, не делаете, вот, сначала, то есть, вы предпочитаете, ну, просто, эм, так скажем, реагировать, да, то есть, не вот самостоятельно, да, что-то делать, не управлять своей жизнью, а именно просто реагировать, вот, выступая, как бы, ну, таким, знаете, своего родом, ну, приемником, вот, опять же, я бы сказал здесь, что речь идет довольно серьезно о том, что вы себя обесцениваете, и обесцениваете вы себя, ну, вот, ну, довольно сильно вы себя обесцениваете. Вот, естественно, у этого есть история, вот, у такого отношения к себе есть история, ну, в том числе, вторичная выгода, то есть, вот, то, что, грубо говоря, вы, ну, получаете от такой модели поведения. То, что вы выигрываете от такой модели поведения. То, что удерживает вас, ну, вот, в таком состоянии, да, вот, в такой, грубо говоря, позиции, при том, что вам эта, ну, позиция может быть, ну, вам эта позиция может быть неприятна. Даже. Вот, ну, только вас это в данном случае, вот, не останавливает. Ну, не то, чтобы, не то, чтобы прямо и должно, конечно, останавливать. Ну, вот, если бы останавливало, то вряд ли вы бы... обратились бы за помощью к нам. Вот. Тут, конечно, есть... такой вот нюанс, как мне кажется. Вот. Тем не менее, я бы все-таки постарался бы подумать на эту тему, которую... которую я сейчас предложил вам. Именно в силу того, что это важно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. За помощью и буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.